Здравствуйте, друзья мои! Вот мы и снова в эфире. И сегодня давайте-ка приготовим с вами вместе рыбу по-североафрикански. Ещё её называют марокканской рыбой. На арабском языке её иногда называют храйми. В Израиле с израильским акцентом это получается храйми. Но дело в том, что смотря к кому подойдёте, в Израиле кто-то говорит, что это марокканская рыба, кто-то говорит, что это рыба тунисская или трипультай, то есть из Ливии. Но не суть важна. Мы постараемся сделать рыбу вкусную по северу, назовём её по-североафрикански. Дело в том, что рыба вещь очень полезная. Я взял сальмон, то есть лосось замороженный, причём был дешёвый. Взял вот такие кусочки филе, штук 6 кусочков таких маленьких 2-3 порции рыбы. Дело в том, что рыба полезная вещь, но не все рыбу любят. Есть такие товарищи, которые отказываются, значит, есть рыбу. И для них специально я посвящаю этот рецепт, чтобы наши родные, друзья, близкие, любимые обоих полов, чтобы мы их могли покормить рыбой, чтобы они не капризничали. Этого, значит, сначала... Потому что эта рыба, ребят, она такая вкусная, что даже кто рыбу не любит, тот будет есть рыбу по-североафрикански. Еще, ребят, я вам уже, наверное, говорил в предыдущих видео, что я в школе учился на все двойки. И круг, так сказать, круг моих неинтересов в школе включал также рисование. У меня была круглая двойка по рисованию, по черчению. Вот мне просто не полчаса рисовать. Но это не значит, что я не люблю красочных и цветных вещей. Это совершенно этого не обозначает. Значит, мы берем сковородку холодную и кладем в нее в морковку. Просто на одно. Ставим пока ее в сторону. И теперь режем, берем болгарский перец. Дело в том, что, ребят, еда это же не только вкус и запах. Это еще вид, это краски. А это блюдо, наверное, одно из самых красочных блюд, которые я знаю. И начинать, так сказать, получать удовольствие от этих красок нужно тогда, уже когда начинаешь их готовить еду, ее, да, вот. Режем просто такими рандомальными кусочками, не нужно резать мелко или как-то особо стараясь. Этим отличается готовка дома от похода в ресторан. Поход в ресторан-то замечательно, что не надо мыть посуду, чем принесли, вынесли. Но ты не видишь вот всего вот этого. Поглядите на эти краски. А это ведь еще только начало. Теперь эти перчики берем, тоже отправляем в сковороду. Мне кажется, даже я их взял немножко многовато. Вот этого будет достаточно. Остальные перчики ставлю себе для салата. Вот. Теперь, значит, режем помидорку. Тоже вот такие вот крупные, можно неровные куски, неважно. Вот это место, друзья мои, вот это место от помидора, ее, по-моему, по-русски называют плодоножкой, я никогда не отрезаю. Потому что она мне нравится, я не понимаю, зачем ее нужно отрезать. Она полезная и вкусная. Распределяем вот так помидорки по сковороде. И теперь сверху отправим несколько вишневых помидоров. Вот эти, то, что называется cherry tomatoes. Кстати, я слышал такой слух, якобы их изобрели в Израиле. Ну, я не знаю, правда это или нет, но я подумал, для такого ближневосточного рецепта будет уместно потребить именно вот эти целые помидорки. Я беру два перчика, смотрите, один красный, один зеленый. Если вы любите очень острую пищу, то эти перцы можно порезать. А если вы сомневаетесь, лучше их положить целиком, тогда блюдо не получится очень острым. А те товарищи, которые любят, они могут взять этот уже вареный перчик и его съесть с рыбой. Поэтому я решил положить эти два перчика целиком. И теперь займёмся чесноком. Чеснок тоже идёт крупными кусками. Я вспомнил, что, ребят, недавно я пошёл, возвращаясь к теме о красках и цветах, недавно я пошёл покупать футляр для мобильного телефона. На улице стоит такая лавка, типа киоск, ларёк. И такой восточный дяденька, индус или пакистанец, продаёт всякие аксессуары к мобильным телефонам. Я ему говорю, дай мне, мол, вот к такой-то модели телефона мне нужен футляр. И он даёт мне чёрный футляр. Я говорю, слушай, у тебя нет другого цвета какого-то. Он говорит, не есть, но я вижу же, что ты мужчина, и я предлагаю чёрный или коричневый. И вот меня почему-то как-то это задело. Ну, ничего личного. Ему сказал, слушай, ну я же мужчина же не европейский. Мы же с тобой оба чурки. У нас же люди носят, мы любим цвета, краски, цветы, запахи. Вообще, мы можем розу в рубашку надеть, ничего такого. Потому что это красиво. А эти условности-то у нас не существует там дома. Вот. И взял я у него, нашёл такие зелёные всё-таки. Был бы с бабочками, я бы купил с бабочками, но у него не было. Или с розами. Потому что, ребят, мы живём один раз на свете. Как можно вот это всё пропускать. Мне, знаете, очень нравится жить в Лондоне во всех отношениях. Мне здесь очень много по душе в этом городе. Это прекрасный город. Но то, что меня удручает, то, что когда идёшь по улице, ты видишь вот эту серо-чёрно-коричневую толпу. Единственное, кто радует глаз, это африканцы. Африканские товарищи в воскресенье, когда они идут из церквей. Это, конечно, радует глаз. Они так красиво одеты. И цыганки. Люблю я цыганок. Всё-таки они очень женственные. Вот, ребят, значит, чесноки я предлагаю тоже вот так рандомально разбросать целиком зубчики. Ну, скажем, ну, чеснока слишком много не бывает вообще. Чем больше, тем лучше. Теперь, значит, ребят, я знаете, что я сделал? Я сварил немножко гороха нут на ход, да? То, что в арабских странах и в Израиле называется хамус. Вот. Он у меня трошки пригорел тут, но ничего будет такой с дымком. Это не обязательный ингредиент. Просто мне нравится. Некоторые добавляют, некоторые не добавляют. Я добавляю сюда немножко вот этого гороха нут. Ну, рыба готовится быстро, поэтому, а нут долго. Поэтому он должен быть уже пресваренный. Он у меня уже был заранее пресварен. Поэтому сейчас тут его кладу сюда. Теперь это дело я потихоньку уже сейчас поставлю на огонь и закрою крышкой, чтобы оно потихоньку началось, так сказать, чтобы овощи начали потихоньку тушиться. А тем временем нам нужно приготовить, наверное, самый главный ингредиент рыбы по северам. Это соус из красного молотого перца сладкого, то есть то, что называется паприка. Это не острый, значит, я кладу сюда, ну, скажем, где-то вот две столовые ложки паприки. Я кладу сюда острую паприку чили пепа, то есть тут уже по вкусу. Ну, я положу вот, наверное, ну вот столько, пол чайной ложки. На мой вкус хватит. Кто любит острое, добавляйте побольше. Теперь сюда нужно добавить как следует соли. Ну, и немножко перчику. Вот. И добавляем сюда не скупясь масло. Кстати, вообще-то традиционно сюда добавляют масло кукурузное или какое-нибудь любое растительное. Я добавляю оливковое. Ну, потому что мне так нравится. Теперь это дело я как следует размешиваю венчиком. И поливаю все наши овощи этим вот соусом. Я не использую весь соус. Он нам понадобится еще потом, чтобы полить им рыбку. Можно добавить немножко водички. Ну, грамм сто добавил я. Теперь опять закрою крышкой. Дождусь пока закипит. Потом поставлю на маленький огонь. И пусть себе тушится потихоньку. Тем временем, друзья, рыба не бывает, ребята, без лимона. Но дело в том, что когда кладешь лимон целиком, то корочка придает горечь. Поэтому мы возьмем, ну, пару долек вот так лимона. Удалим семена и удалим вот самую кожуру. и отправляем, отправляем это дело в сковороду. Теперь, конечно, это мы можем еще немножко посолить, поперчить. Ребята, один из самых главных ингредиентов блюда. Это зира. Та самая зира или кумин, который мы кладем в плов. Она очень хорошо сочетается с рыбой. Рыба любит зира. Зиру, друзья мои. Также я добавляю сюда немножко куркумы. То, что у нас по-персидски в Средней Азии, называется зар чубак. А в Израиле это называется куркум. Вот, накрываем крышкой и даем ему тушиться. Теперь я порежу зелень вот столько, ну, где-то три четверти пучка. Ну, тоже, конечно, дело вкуса. Я не буду пытаться порезать зелень слишком мелко, слишком тонко. Просто вот так вот, не боясь. И, конечно же, я не буду выбрасывать стебельки, потому что зачем же их выбрасывать, если они вкусные и полезные. Вот. Часть этой зелени я сейчас отправлю прямо в сковороду. Значит, друзья мои, овощи будут тушиться минут 15. Потому что там есть морковка. Морковка это овощ твердый. Вот. А тем временем, значит, я хочу добавить сюда, вернее, подготовить одну большую картофелину. Это картошка. Потому что, мне кажется, он, судя по размеру, это картошка-мужчина. Слишком большой для, чтобы быть девочкой. Вот. И я его добавлю в нашу рыбку. Вообще, по рецепту такого нет. Это моя фантазия. Потому что, когда мы варим овощи, столько всего красочного, вкусного и замечательного. И такой запах, когда у тебя есть помидор, кинза и болгарский перец, все вместе, это издает совершенно божественный запах. И просто жалко не добавить туда картошки. Потому что, крути не крути, мы люди советские. Эту картошку я положу сверху на рыбку. Друзья мои, поглядите-ка. Вот. Приподниму сковороду для вас специально. Вот это чудо. Теперь готово для того, чтобы мы положили сюда рыбу. Но сначала я добавлю немножко овощи. Горячей воды я добавляю. У меня чайник старый, страшный очень. Я стесняюсь. Поэтому я его перелил в это сам. Мне перед вами неловко. В принципе, просто с чайника горячей воды. Сейчас добавляю. И можно сюда класть рыбку. Я рыбку не солю, потому что ведь соус у меня соленый. И помните вот этот соус, который готов специально. Вот это вот и делает марокканскую рыбу. Он посоленный. Им сверху я поливаю рыбу. Рыба должна быть в воде по пояс. Не целиком. Вот. Ставлю сверху оставшуюся зелень. А зелень должна быть, конечно, обязательно кинза. Обязательно. Дальше это уже чисто мой патент. Сверху я кладу вот этот большой картошку. И как раз это для меня будет индикация, когда этот картошка сварится. Значит, вся еда уже готова. Но этого картошка, конечно, я сейчас чуть-чуть посолю. Сверху поперчу. Добавлю оставшуюся зелень. Остатки сладкие. Самый соус, который остался последний. Сделаю маленький огонь. Плотно закрою крышкой. И попрощаюсь со сковородой на полчаса. Самое интересное еще впереди. Не выключайте телевизор. Друзья мои, я проверил через 20 минут с хвостиком. Картошку вот так потыкал ее ножиком. Она мягкая. Значит, все готово. Рыбка морская. Варится быстро. Можно выключать огонь и подавать рыбку. Ну вот, друзья мои, рыбка готова. Подавать ее следует с хорошим хлебом. Приятного вам аппетита. Спасибо, что посмотрели мое видео. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok